С праздником, дорогие братья и сестры, с воскресным днем, Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Сегодняшняя неделя, которую мы сегодня празднуем, поминуется неделей Астепон, потому что сегодняшняя сниманка посвящена Астепону Человеку, и которого Господь посыдил. И это было очень необычное сверение, потому что человек, он стал самим не после рождения, не по результате водо-травмы, а он был от рождения в шесте. И вот на то, чтобы человек просвернул в будущий слеп от рождения, как никто никогда не видел. И вот тогда Господь, проходив через Иерусалим, не увидел такого человека. И мы обратились к ученике, и просто спросили, «Учитель, почему этот человек сидит? Кто согречил, он или его родители?» И тогда Господь сказал, что не согречил ни он, ни его родители, а не для того, чтобы на нем имелись и рабочие. И после этого Господь спросил, «Хочешь, чтобы ты прозрел? Хочешь, чтобы ты видишь?» Он сказал, «Конечно, хочу». И тогда Господь сделал рождение, помазал ему глаза и сказал, «Поделим кубель», которая называется «Сынамская», переводит, что называется «постон» или «постонный». И ты получишь зрение. Человек, ничтоже сменявшийся, не сомневаясь от Иерусалимского Господа, нашел в руке, унылся и разгребил. И, конечно же, вот это чудо, оно повеличайшее, которое врачей, в Реде Иерусалима, ничего не увидели в свою жизнь. Когда в речне про человека и его соседи, которые знали, выделяя в том, что он убил, они были поражены. Они сказали нам о парисеях, и парисеях, в душе, в Реде Иерусалиме, они спросили, как у тебя это получили, как ты разделал. Когда святой сказал, что человек поспалил Иисус, подозвал их в себе, сделал мнение, поспал в беде, и он выслал их разделал. Парисеи помнили, что он говорил о христе, о христе, которого они ненавидели. И они очень не хотели понимать причуду. Это было истинно, это было истинно, это не требовало оказаться. И это то, что, ну, не на местной терапии, терапии и души. Они еще распростили, как у него учились, улучшили правду по успеху и по раздреву. Сколько я повторю свою историю, они опять не смотрели на меня, они сказали, что он вызвал своих родителей. Родители пришли, поисели, значит, и мы спрашивали, это ваш сын, и сказали наш. Мы успеваем отрождение, это какие-то третели, это факт. И парисеи спрашивали, и как же он разрезает? Родители не сказали прямо о Иисусе Христе, они побоялись парисеев, потому что знали, что парисея и людей уже спрашивали, получались автора, от сына Боги, если кто, ну, проявил их, наверное, о спасении Иисуса Христе. И поэтому, соскали свой свой сын, и сказали, что уже взрослые чайные и спасение для него. Они еще раз смотрели, были на учет его сихова, он подверг его до чуда, и парисеев, конечно же, были яростные совершенства. Они не могли менять, когда это чудо, хотя, когда это было чревение. Вот это был грех, который называется грех Богом к Богу Государственной, когда истинно она чревение. Истинно она, ее даже в много раз, она подвища коверенности. Это чревель, не жирая керпринимание. Не жирая керпринимание, потому что не жирая сына свое честь, потому что Господь, он призывал, и парисеев, и ухи, и ухи, всех окружающих в 현ык, изменить свою жизнь. И вот те люди, который они who stay invadhes, etatatatatatatatatatatatsukos, которые о телесную жизнь изменить, и не самыеmit, они ее добрыз не ядально, или они, вместе с ними. А те люди, которые именно о телесную жизнь доценяют, тр gehen хотел же также? Как они не были люди. Не нравилась им ваша жизнь, а нравиласьabb preparatory стене и их правильность, в кавычках. Они могут не простệ, потому что им было очень трудно и дежرجно свою жизнь изменять. Вот это происхождение вот есть тоже, но он решает друг на друга. В самом начале, когда он прохладил с учениками, ученики противоположные спросили, почему это случилось, почему он слегнул, закрепил, и что он могло сделать, что он сейчас слег, или слег отрождений. Господь сказал, что это не за его прихи, просто это нужно было для того, чтобы на нем не верить слава Божьего. Но то есть сейчас это админское вещество. А насколько он встречается, И, конечно, мы с этим вопросом, за что? За что? Что Вы такого сделаете с нами в этой высокой этой приятности? За что мы послали предсказания? За что мы послали предсказания? Какие-то наказания? И очень часто, иногда я ответил этот вопрос, мы начинаем думать, начинаем ограждать наше жизнь, наше моление, начинаем смениваться в Божьем воле, в Божьем воле, чтобы Господь находиться в этом знаме. Начинаем думать, потому что, наверное, происходит в этой лекции от нас. А не в это наше понимание, что, например, испытания даже наше жизнь нам не полагает. А на самом деле, испытания, которые в нашей жизни бывают, бывают не из-за веков, бывают не из-за что, бывают для чего. Для того, чтобы привести нас к себе, для того, чтобы преувеличенность и сказку лучше. Потому что испытания не только пересуют наше жизнь, пересуют наши душевные и интересные кассивы. Я знаю в больших веках, он димит травку с рождением. И часто спрашивают, почему сам что вы думаете? Почему Господи послал, какое вы наказание? Я не могу, я не хочу, я не совершаю. На самом деле, если подумать, это не за что-то, а для чего. То, чтобы его привести к Богу. У этого человека есть еще его братья. Ставшие, средние братья. Его даницы заходили совершенно здоровыми, совершенно здоровыми. И, как бы, у человека, когда он не перестанет, то, если дал, то, 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 то. Он очень удаленец каково, очень удаленец в церкви. Вот, когда есть совершенно большие священия. Правда, че, ну вот, другая мальта правна, получается так, что небольшой он поставил снеграм. В очередь так, что он пришел к праву общей церкви. И сейчас спасает, не свидетельство в лучшую, и это лучшее, спасает из своих братьев. Своей маленькой, своей технике, выспотебует с землями, поэтому если он, Поэтому конусы Божьей, которые на ценности не хотят. Невозможно так и объяснить, что всем Господи Божьей нашей жизни. Но нужно любой конусы Божьей принять всем сердцу. Каким бы он не был, какими бы не были. В сердце нашей жизни нужно принять, надеяться на Господа. Если на всем сердцем Господа будем убывать, то Господь будет правильной жизнь. Он может умыть нас из всякой накладки, из всякого снижения, из всякого снижения. И для Бога и сестры, чтобы нас удалось мужество, который отходит из всякого человека. Который знал, что его могут быть умнее. Который знал, что он будет полицаться. Потому что он исповедовал Господу, исповедовал правду и истину. Но он одинаковый вопрос. Он не сомневался и сказал, что располнится. Располнится. Я сейчас рад. Именно благодаря Господу Богу. И для Божьего у нас было большое мужество и прорывание на Богу. Всех вас, дорогие Господи, призывая мир и Божьего достоверения. Всех с вами. Христос Воскресе! Воистем Воскресе! 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 Спасибо, господи Александры, дорогие братья-сёстры. Спасибо, господи Александр, дорогие братья-сёстры.